Да, наконец-то я продолжаю полюбившуюся многим рубрику с перепрохождением оригинальной Destiny на PS4. Много контента во второй части было, знаете ли, не до этой серии. Во-первых, хочу начать ролик с благодарностей вот этим людям, которые помогли собрать сумму на новую карту захвата, без покупки которой я и не мог бы записывать это видео, поэтому столько и пришлось ждать. Вы очень любезны, обнимаю. Во-вторых, если ты не смотрел предыдущие ролики, то обязательно чекни плейлист, в котором я как раз создавал персонажа, прошел оригинальную сюжетную кампанию, потому что далее мы переходим к контенту дополнений. Сегодня на очереди Dark Below, первая DLC к Destiny, которая как раз и послужила началом, пожалуй, главной сюжетной арки, войне с Ульем. Субтитры создавал D. Д. 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 что я называю богом. Крота, сын Орыкс. Он взял все от меня. Он превратит его глаза на землю. И только настоящая оружие, которая может остановить его смерть. Теперь ты должен встретить, что лежит в темноте. Именно из контента этого дополнения растут ноги аддона Taken King. И именно в нем мы впервые встречаем Эрис Морн, которая рассказывает нам всю эту пугающую историю про Кроту, Орикса, логику меча и так далее. Все это тянется до сих пор, ведь во второй части мы сейчас замерли в ожидании дополнения Королева-Ведьма. Короче, затянулось вступление, давайте уже начнем. Мой Варлок остановился на 22 уровне. И по большому счету, к моменту выхода дополнения Dark Below, он должен был стать уже 30-го. Но чтобы его качать, это мне надо ходить было в рейд Хрустальный чертог. А его мне теперь и во второй части достаточно. Так что начнем как есть. Отправляемся к Эрис и берем сюжетный квест. Она говорит нам о том, что Улей замечен на космодроме во главе с чемпионом Сарданом, который предзнаменует ритуал призыва Кроты, принца Улья, сына могущественного короля Орикса. Короче, ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому надо помешать. Блин, я не перестаю удивляться, как много людей играет в первую часть. Каждый раз прилетаю в город, а он битком набит чуваками разного уровня. Надо бы сделать видео в популярном жанре что-то столько-то лет спустя. Прилетев на космодром, я обнаружил, что меня ждет не только Ноунейм Сардан, но и та самая ведьма Омнигул, крики которой снятся в кошмарах стражам по сей день. Но ее прогнать не составило труда, ведь мне помогли падшие. Ребят, вы ее убили что ли? Спасибо. Ладно, ладно, ухожу. Я нашел Сардана в катакомбах под космодромом. По пути Эрис пугала меня байками о том, как ей долгие месяцы приходилось прятаться и блуждать во тьме таких пещер на Луне. Я прошел лет в туннелах под луне, используя шаги, как Хайвы. Убейте глаза открыты. Сардан же сразу дал понять, что миссия напрасно носит рекомендуемый уровень 10 и просто заовнил меня. Злой, какой, боже, агрессивный. Да, убил я его не с первой попытки, признаюсь, уж очень душный этот рыцарь спамит и спамит своими атаками. Однако, наконец, нащупав идеальную дистанцию, я побегал и переиграл его и отправился похвастаться этим Эрис. Она оказалась довольна результатом, но, как всегда, это же не все. Омнигул, та самая ведьма, нашла проход в бункер Распутина на космодроме. Это ставит под угрозу вообще все, так что срочно вылетаем на место и спешим на помощь любителю балета. Когда-нибудь я высажусь на космодром в первой части и не залипну на пейзаж. Ну, какого черта тут такое красивое небо и свет, а? Бункер Распутина, в который мы отправляемся, был большой загадкой в первой части. Тогда мы еще не знали о том, что на самом деле такие бункеры разбросаны по системе, а сам военный разум дремлет на Марсе, и были уверены, что вот именно это место и есть главное ядро искусственного интеллекта. И как же тогда пленила его эстетика? Схватки внутри бункера происходили не часто, но всегда ощущались значимыми что ли. Мы ничего не знали о Распутины, как я уже говорил, и были уверены, что его существо чуть ли не главная загадка всей игры. А потому постоянно строились различные теории, я прям помню, как мы с друзьями пару часов лазили по бункеру в поисках найти какой-нибудь секрет, связанный с Покет Инфинити или усыпляющим симулянтом. Но что-то я отвлекся. Разобравшись с отрядом под предводительством Омнигул, мне сообщили, что хоть я и предотвратил катастрофу на космодроме, но все еще существует угроза ритуала пробуждения и призыва Кроты в наш мир. Этому нужно помешать, и для этого я отправляюсь на Луну, в родные катакомбы Эрис. Пробравшись по темным и тесным коридорам, я нашел кристалл, который назывался Душой Кроты. И оборвав ритуал, меня ждал самый динамичный босс в истории Дестани. После разрушения кристалла осталось одолеть главную фанатку Кроты, ведьму Омнигул. В налете воля Кроты. Этот налет, кстати, реюзнули не так давно во второй части, использовав в качестве босса другую ведьму Улья. Так что довольно многое вам будет знакомо. Я боялся, что мне придется пыхтеть в соло, но, к счастью, меня закинуло к чувакам, которые знали, что делать, и мы довольно ровно прошли задание. Еще они оказались довольно приветливыми, что, конечно, особо радует. Видимо, сообщество игроков в Д1 настолько тесное, что без вежливости никак. Об этом я еще чуть позже упомяну. После прохождения в башне меня уже ждала Эрис с наградой. Плазменной винтовкой Мурмур. Эта пушка была особенной, ведь могла переключаться между типами солнечного и электрического урона. Для моего варлока с ограниченным арсеналом новичка это было весьма полезным приобретением. Из сюжетного контента дополнения осталось лишь одно задание. Рейд Кротос Энд. Но для него мне еще следовало подкачаться, выбить оружие и предстояло прокачать солнечный подкласс, который вообще на рейде мне бы спас жизнь. Так что я набрал контрактов и отправился на старый добрый гринд. На Марс. Тут недавно утечки были о якобы возвращающемся Марсе из первой части, так что вот, вот оно. Привыкайте. О, смотрите, уже и одержимые подъехали. Походу, не на ту игру дополнения накатить собрались. Блин, этот здоровяк слишком мощный для моих... для моих пукалок. Успеть бы его доковырять. Но, к счастью, я был не один, и мы со случайными стражами осилили этот ивент, который, очевидно и правда, был не из простых. Вновь я встретился с вежливостью местных, получил награды и поехал в соседнюю локацию на убийство мобов и фарм-контрактов. Думаю, эту насыщенную часть можно опустить. До момента, пока не появился элитный кабал, который был мне точно не по зубам, но который бы мне очень пригодился для прокачки. Да, бух ты мой, его просто нереально пробить. Только я снимаю щит, как он сразу же его набрасывает. А долго стоять под его атаками я не могу. Как справляться-то? Это невероятно, но и правда, вскоре тут высадилась пара стражей на стартовой точке одного из страйков. Я бросился махать им жестами, что есть силы, чтобы привлечь их внимание, и они помогли мне, просто за пару выстрелов, снеся этого кабала. Что ж, во-первых, не думал, что я в Destiny снова почувствую себя столь беспомощным новичком, глядя на это. А во-вторых, ребята и правда были крутые, с Баронейса, Сириса, явно играющие давно. И спасибо им, и вообще спасибо всем стражам, кто откликается на призывы новичков Маши в ответ. Вежливость, вот это она, прям реально приятно. Я привык к ней, пока играю в первую часть сейчас. И пока я смотрел на все это, играл, я подумал, а что если мне сделать ролик несколько иного типа по Destiny 1? В духе популярного заголовка, стоит ли играть в такую-то старую игру столько-то лет спустя. На ютюбе можно найти массу роликов про старые сетевые шутеры или ММО, а тут мне вроде есть что сказать насчет того, как играется первая Destiny в 2021 году. Если вам интересна эта тема, интересно такое видео, вы знаете что делать, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну а мой варлок продолжает качаться, делая контракты и паблик-ивенты. Под конец сегодняшнего дня я прилетел в башню, открыл несколько энграм, получил лут получше, приодел своего персонажа и побежал за повышением ранга авангардок и коре. На выбор в качестве награды можно взять оружие, броню или свечение, плохо помню что это. Обычно я бы взял оружие, но сейчас мне очень нужна хорошая броня, так что... Что? Ты серьезно? Ты знаешь, каким трудом я это все зарабатывал ты? От меня просто материалы... Где броня моя? На этом ужасном разочаровании я на сегодня заканчиваю. Спасибо за просмотр, не забудьте ставить лайк этой серии роликов, ведь только от вас зависит ее продолжение. До связи. Продолжение следует... Продолжение следует...